Всем привет! Это Сергей, вы на канале Old School Gamer. Сегодня я хочу поговорить про звёздный каталог Nintendo. Как вы знаете, раньше вместе с играми на 3DS, на New 3DS, на Wii U, по-моему, даже на поздние игры для Wii, и давали карточки, которые можно было зарегистрировать в интернете, пойти опрос и получить звёзды, так сказать, премиальную валюту Nintendo, которую можно было потратить на что-нибудь интересное. И вот за всю мою практически уже годовую историю владения современной Нинтендой, первую свою 3DS, насколько я помню, я купил в августе прошлого года, Wii U купил в сентябре прошлого года, ну, 2014-го, соответственно. И в феврале, вроде бы, уже 2015-го купил New Nintendo 3DS, соответственно, покупал игры и всякие другие ништячки, и за это время собрал почти 10 тысяч звёзд, 9850. Было бы 10, лежит у меня ещё 2 карточки, но уже пароли ввести нельзя, потому что клуб Nintendo закрывается. До 1 апреля можно было вводить пароли и получать новые звёзды, и до 1 сентября есть возможность их потратить. Вот я ещё не потратил, потому что так и не решил, что я хочу. И вот в этом видео я решил посмотреть целиком полный набор, полный спектр того, что же Nintendo нам предлагает за эти звёзды. Давайте посмотрим. Я уже сделал всё списком и отсортировал по цене от меньшей к большой. И начинается всё 50 звёзд. Цифровые обои. Семья Nintendo, Pikmin, узор с Йоши. Цифровые обои вообще неинтересно. Причём непонятно, что это за обои. Это обои типа на экран 3DS или Wii U или чего. Или просто wallpaper для монитора. Неясно. Далее у нас рингтоны. Тоже по 50. New Super Luigi U. The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Pikmin 3. Ну, рингтоны. Тоже какая-то хрень. Зачем они мне нужны, непонятно. Белый футляр для Nintendo DS игровых карт. 300 стоит. Ну, это даже для DS, не для 3DS. Не надо там такое. Брелок V-Hit Winter. 300. Ну, брелок, в принципе, это прикольно. Если останется 300, на сдачу, может, и можно взять. Наклейки New Super Mario Bros. Wii. За 300. Ну, наклейки так, не очень. Набор для пляжного тенниса. Wii Sports Resort. А, это реально набор для тенниса за 300. Ну, наверняка он в боди, если такой дешевый. Но, в принципе, прикольная штука. Брелок V-Music. Брелки, уже говорили. Памятный брелок. 25 на нем написано. Наверное, серии Mario или что там. Повязка Wii Sports Resort. Напустник. Хрень. Чехол для DSi. Не нужно. Шнурки Super Mario. Ну, это бредак вообще. Шнурки. Тема для меню Home. Клуб Nintendo Ханафуда. Тодды повсюду. Консоли Nintendo. Тема для меню за 500 уже. К тому же. Тоже какая-то хрень. Дальше интереснее. Пошли игры. Цифровые версии. Всякого шлака. Для 3DS. Paper Play. Аура-Аура Климбер. Ну, какие-то дешевки. Неинтересные. View Panorama View Carnival. View Panorama View. Круто звучит, да? Карнавал. Полет птиц. Тур в двухэтажном автобусе. В рикше Пакеота. Ну, это походу штука, которую надо смотреть одновременно на телеке и на планшете. На вытянутых руках. И планшет с гироскопом. Как бы к вам наводишь, то и видишь. Идея прикольная. По-моему, что это бесплатно. View по дефолту было встроено. Вот это панорама View какой-то. А это дополнительные, так сказать, карты для него. Ну, за 600? Не, не думаю. Наклейки Animal Crossing. Те наклейки были за 300 Super Mario. Это Animal Crossing за 800. Там уже Animal Crossing. Мне не нравится какая-то шляпа. Бред. Али-эвэй. Судя по картинке, это какой-то типичный арканоид с геймбоя. Не очень. Ремешки для пульта. Четырех цветов. За тысячу. Не очень. Art Academy Sketch Park для Wii U. Интересно. Сейчас вышел какой-то новый Art Academy. Игра для рисования. Ну, детская. Не очень. Данки Конг в геймбоя. Это, походу, тот самый Данки Конг, который кидался бочками в Марио, который еще даже не был на тот момент Марио, а был джампином. Классическая игра. Это игра с Денди, насколько я понимаю. Вторая часть Метроида. Ну, в целом, прикольно. У меня есть Contra на 3DS. Гриндевая Super Contra. Весьма классно на ней играется. Метрои 2. Неплохой выбор. Wario Land Super Mario Land 3. С геймбоя. Ну, с геймбоя, не знаю. В принципе, одну какую-нибудь игру, может, и стоит взять. Это будет аутентично, как бы, геймбоевская эта. Черно-белая графика. Что-то в этом есть. Super Mario Land. Тоже с геймбоя Марио. Legend of Zelda. A Link to the Past. Версия на английском языке за 1300. Вот это шикарный набор. Зельда с... С Супер Нинтендо. Великолепное счастье. На 3DS есть Link to the Past. А, не Link to the Past. А, Link Between Worlds. Это, по сути, вторая часть Link to the Past. Очень хорошее предложение. Дагхант. Утиная охота с Денди. Ну, это офигенно для Wii U. Но это, видимо, надо играть на тачскрине. Не так, конечно, прикольно, как стрелять из пистолета. Зельда 2. Adventure of Link. Это с Денди. Зельда оригинальная. Ну, для коллекции можно. Оно 1300. А вот и самое первое, Леджи Тов Зельда, тоже оригинальное. Окей. Wii Street U Powered by Google. Это типа Google карты, походу, на GST планшете. Ну, как-то странно. The Mysterious Murasami Castle. Ну, не знаю, не очень. Pikmin Short Movies 3D. Это фильмы, как снятые Миамото. Про Pikmin'ов продаются они. Не так можно взять. Super Mario Bros. Super Mario Bros. Deluxe. С Gameball и Color Mario. Ice Hockey. Хоккей с Денди. Super Mario Bros. The Lost Levels. Это, по сути, Super Mario Bros. 2, который вышел в Японии как 2, а в Америке как Lost Levels. По сути, то же самое, что первый Super Mario. Мало чем отличается. Ну, чуть другие уровни. Punch Out. Игра про малыша Мэка. Типа бокс. Весьма прикольная. По-моему, Super Nintendo она была. А на Super Nintendo был Super Punch Out. Это, наверное, с Денди. Опять Zelda League to the Past на немецком-кранцузском языках. Снова Lost Levels. Это для Wii U. А это было для 3DS. Окей. Они еще... Нету, кроссбайшку там и там. Сразу надо по отдельности брать. Жадные, жадные. Опять Pikmin Short Movies. Оно тоже так же поделено. Салфетка для очков. Йоши. Желтый, розовый, зеленый за 1500. Привет. Legend of Zelda Link Awakening SDX. На французском, английском, немецком. Вот это неплохо. Еще одна часть Зельды. Хорошо. Splash or Crash. Какая-то типа инди-хренатень. Pinball. С Game Boy. Не очень. Metroid Fusion для Wii U. Да это, в принципе, прикольно. F-Zero. Максимум Velocity. Тоже прикольный гонщик. Неплохо. Mario & Luigi Superstar Saga. Хорошая такая ролевая игра про Марио. Но никогда не понимал ролевых игр про Марио. Но говорят, хорошие. WarioWare Interporated Mini Game Mania. Ну, само название говорит. Это набор мини-игр. А, где всякие хрени можно чуть-чуть поиграться, поморочиться. Но это, к тому же, с Game Boy Advance. WarioWare вроде и на Wii U есть по-новей. Оберточная бумага 8-битный Марио за 2000. Привет. Классический блокнот Nintendo. Boo Beach Mario. Привет. Саундтрек в игре Kirby. Саундтреки это хорошо, но почему так дорого? Pilotwings. Игра про самолётики с Super Nintendo. Вроде была весьма прикольная. Super Mario World Super Nintendo. Вот. Вот это по-любому надо брать. Это великолепное предложение. Наверное, лучшая или одна из лучших игр, что была на Super Nintendo про Марио. Реально классическая игра. Крутяк. Mario Kart 8 пакета DLC. О, это продаётся за деньги на Wii U для Mario Kart 8. А можно взять за звёзды. Интересно. Super Metroid. Тоже одна из лучших игр. Super Nintendo. Super Metroid великолепен. 2.100. Вот Super Metroid и Super Mario World точно обе надо брать, без сомнения. На Wii U. А Super Metroid-то у меня на Wii U уже куплен. И вот, а брать смысл нет, он у меня уже есть. Ну окей. F-Zero. Гоночки тоже хорошие. Стоит взять, я думаю. Super Punch Out. Ну не знаю, надо подумать. Super Mario Kart. Ну, не, вряд ли. Старый Mario Kart. Ну, хотя, может, тоже прикольно будет. Mario Picross. Пазлы про Марио с геймбоя не очень. Блокнот NES Classic за 2500 блокнот. Отстой. Солнечно-защитный экран. Марио лучше за 2500. Отстой. NES Remix для Wii U. Купил на распродаже и первый, и второй. Так, очень хорошая игра. По сути, игр для Дэнди, но переиначенные под ачивки, под всякие. Интересно играется. Metal Torrent. Ни фига себе название. Торрент. И вы наберите максимальное количество очков в 8 фазах ураганного экшена с вертикальной прокруткой. Ну, походу, какая-то леталка-стрелялка. Artstyle Picapict. Игра-головоломка. На 3DS. Artstyle. Игра-головоломка. На 3DS. Mario Tennis. Неинтересно. Саундтрек Super Mario 3D World. О, это я прошел. Там великолепный был музон. Конечно, круто, но за 3000. Жалко 3000 тратить на диск. Ну, хотя, по крайней мере, это будет физическое по почте. Пройдет не просто какая-то цифровая копия, а реально что-то получить для коллекции. В принципе, прикольно. Кейс для игровых карт Pokemon. 3000. Не люблю покемонов. Экологичная сумка злодея Super Mario. Хрень какая-то экологичная сумка. Что за бред? 3D Classic Seavious. Классическая игра, доступная в 3D. Вы сможете пробраться в тыл противника и настигнуть в шибкий удар. Какая-то леталка, походу, по картинке. Не знаю, что такое. Spitz.ru. Puzzle Puzzle. Трехмерная игра-головоломка. В стиле ацтеков. Что-то дороже и дороже игры, и непонятнее, и непонятнее. Pool Block. Сочетание головоломки платформера. Опять на 3DS. Tokyo Crash Mops. Не стоит стоять в очереди, покажите, что настояно серьезно. Объедините персонажей разных цветов. Опять головоломка. CD с саундтреками Super Mario Galaxy. Стандартные издания. Да это прикольно тоже, но чурак дорого. Advanced Wars. По-моему, это какая-то такая стратегическая инди-игра на Wii U. Дороговато. Mario Golf. Дороговато. Fire Emblem. Sacred Stones. Fire Emblem хорош. Эту часть... Не помню откуда, честно говоря. Fire Emblem очень много вышло. Супер Нинтендо, наверное. Неплохо. Golden Sun. Не знаю, что такое. Какое-то фэнтези. Ну все уже дорогое хоть пошло. Леджетал Зельда за мини-шкап. Очень хорошая часть. Про Линка. Про Зельду. Ну, четыре тысячи почти. Жесть. Хана Самурай. Art of Sword. Не знаю, что такое дорого. Набор значков Mario Kart 8. Вроде какая-то коробка, наверное, много значков, но... За четыре тысячи. Как и шапка Super Mario. Стань похож на Марио. Чё так дорого? Настенные наклейки в виде персонажа Нинтендо. За четыре пятьсот. Они что, в полный рост? Марио Super Picross. Игра Super Nintendo. Головоломка за четыре пятьсот. Мини-чехол Марио и мини-чехол Луиджи. Это стильно. То есть сразу два чехла. Ну, не знаю. CD с саундтреками Super Mario Galaxy. Почти за пять тысяч. Два диска зато. В принципе, это на диск дешевле, чем они по отдельности. Игра в коробке для DS. Game & Watch Collection. Game & Watch это 80-х годов карманная приставка. Ещё до первого геймбоя была. По форме, кстати, похожа была на DS и 3DS с двумя экранами. И вот, типа, можно на современной DS или 3DS поиграть в эти игры. Что хорошо, она как бы идёт в диске с коробкой, а не просто цифровая версия. Но пять тысяч. Чехол для аксессуаров DS. Розовый. Пять пятьсот. Отстой. Абонемент V-Sports Club на один вид спорта теннис. Чё за бред? Dillon's Rolling Western The Last Rangers. Ranger. Tower Defense за пять шестьсот. Пф, они охренели. Абонемент. Два в одном. Бокс и бейсбол. На один вид спорта гольф. Ну, это уже просто пошла какая-то жадность. NES Remix 2. За пять шестьсот. Вот, я его, по-моему, за 250 рублей купил на распродаже. Pool Blocks World. Головоломка Platformer. На Wii U. Hydra Venture Spin Cycle. Опять головоломнейшие головоломки. Чё, сплошные головоломки, и всё уж такое дорогое, а то есть вот даже две уже не купить. Это надо одиннадцать двести будет на это, а всего сейчас девять восемьсот пятьдесят. Абонемент на боулинг. Отстой. Лампа Majora's Mask. Вот, лампа Majora's Mask прикольно. Если она реально светится, там от батарейки крутая штука. Рюкзак Yoshi. Яркий рюкзак для поклонников Yoshi. Ну, как-то не очень удивительно. Сумка Animal Crossing. Не люблю Animal Crossing. И сумка через одно плечо. Лучший рюкзак уж. Chibi Rovo Let's Go Photo. На 3DS за 7300. Отстой какой-то. Сумка на плечо Nintendo DSi. Ну, это какая-то вообще реклама. То есть носить с собой рекламу Nintendo DS устаревшей приставке за 7500. Бредак. Ну, и чё я могу сказать? Лампа? Хорошо. Шесть тысяч. Дорого. Лампа окей, запомним. Что мне ещё понравилось? Game & Watch Collection за 5 тысяч. Прикольно, но дорого. CD с саундтреками Super Mario Galaxy. 4800. Дороговато. Zelda Mini-Shcap. Хорошо. CD с саундтреками Super Mario Galaxy. Подешевле. Неплохо. Ну, блин, вот ещё проблема. Саундтрек Super Mario 3D World. Ведь все саундтреки хотелось бы, ну, все вместе, как бы, иметь полную коллекцию собрать. А звёзд на это на всё не хватит. Ну, и что тут у нас ещё-то выше было? Вот хорошие игры Super Nintendo. Super Mario Kart. Super Punch-Out. F-Zero. Super Metroid. Super Mario World. Super Metroid у меня есть. Саундтрек Kirby. F-Zero неплохой. Марио Луи же неплохой. Metroid Fusion неплохой. И много Зельда, помню. Awaiting Day X хорош. Link to the Past хорош. И выше, по-моему... Ну, с Денди тут были ещё. Первые две Зельды. Dark Hunt. Super Mario Land. Metroid 2. Ну, так, давайте реально посмотрим по-серьёзке, где были игры хорошие. Подоточно беру Super Mario World. Две сто. Плюс F-Zero. Четыре двести. Где дальше? Четыре двести. Плюс 1600. Пять восемьсот. Плюс 1300. Семь сто. Семь сто уже. Окей. Семь сто. Это у нас остаётся две семьсот пятьдесят. Две Зельды можно на это взять. Сто пятьдесят останется как вариант. Либо, допустим, Metroid 2 и Super Mario Land. И чуть побольше останется. Ну, короче, можно набрать нормально классических игр Super Nintendo. И на сдачу набрать всякого шлака. В принципе, можно подсчитать, что прям ровно. Три восемьсот пятьдесят. А у меня девять восемьсот пятьдесят на шесть тысяч там. Чё-то набрать, например. Ну да, типа того. Можно чё-то придумать. Ну, в принципе, вот такой набор. Наверное, на этом я закончу. Ещё подумаю. Не буду сейчас уж точно выбирать. Главное, что сейчас всё посмотрели. Приценились. Пишите в комментариях, заказывали ли вы уже что-то из клуба Nintendo. Тратили ли свои звёзды. Если да, то что заказали, что порекомендуете мне. Ну, а если нет, то тоже порекомендуйте. Может, прислушаюсь к вашему совету. По-любому хочу вот две Зельды взять. Может, надо ли взять Metroid Fusion? Да, и Super Mario World и F-Zero. И норм будет наборных. Ну не, это F-Zero. Это же с деньги получается F-Zero, не? А вот нормальная F-Zero. Или я что-то путаю. Ну, окей. Я ещё посмотрю, поищу в интернете ещё за игры. Эти F-Zero какие лучше, разберусь. Ну, а вы, как я сказал, пишите в комментариях свои советы. Будет интересно обсудить. До 1 сентября пора принять решение и потратить свои звёзды. С вами был Сергей. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»